МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 75 тысяч жителей Барановичей приняли участие в республиканском субботнике. Многие из них трудились на своих рабочих местах. Жителями города фонд «Субботника» перечислено 110 тысяч рублей. 25-летний юбилей отметила гимназия номер 4. Все эти годы педагогический коллектив стремится к новым высотам и покоряет их. Насчет на выборной конференции районного комитета общественного объединения БРСМ Сергей Политаев был переизбран первым секретарем на следующие три года. Барановичи в седьмой раз стали площадкой для фестиваля-семинара юношеских и молодежных любительских театров «Параллельные миры». Открытие мотосезона 2017 прошло в нашем городе в новом формате. Приобщиться к одному из самых зрелищных и увлекательных видов спорта могли сотни горожан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней барановичей». Более трех миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике. Денежных средств предварительно будет перечислено более 7 миллионов рублей. Эти цифры больше, чем в 2016 году. Субботник проводился и на рабочих местах, и на объектах историко-культурного наследия, и в парках, и в населенных пунктах. Половина средств остается в распоряжении Минфина, остальные деньги в распоряжении облсполкомов. И они будут направлены на укрепление материально-технической базы, центров детского творчества, на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия, создание объектов инновационной деятельности, ремонт, восстановление и подготовку к летнему сезону оздоровительных детских лагерей. Постарались на благо родного города и жители Барановичей. Они сгребали мусор, лисия, убирали несанкционированные свалки, сажали деревья. 75 тысяч барановичан вышли на республиканский субботник. Проведение республиканского субботника давно стало добрым обычаем по всей Белоруссии в нашем городе. По традиции в этот день тысячи горожан, вооружившись граблями и лопатами, выходят на улицы города, чтобы сделать его еще более привлекательным. Участие в этом празднике труда приняли сотрудники городского исполнительного комитета и депутаты городского совета. Они наводили порядок в сквере по улице Убаревича. В субботнике приняли участие более 75 тысяч барановичан. Заработано и будет перечислено в фонд субботника около 110 тысяч рублей. Мне сегодня очень хотелось принять участие не в Минском республиканском субботнике, а именно в родном городе, чтобы вместе со своими коллегами сделать наш город еще чище. И вчера состоялось послание президента Республики Беларусь белорусскому народу и национальному собранию. И мне очень понравилась фраза, которой закончил наш глава государства, что только единство белорусского народа способно преодолеть все различные преграды. И сегодня стоит самая главная цель – это стабильность и безопасность нашей страны. И я так считаю, что каждый, чтобы это все обеспечить, безусловно, каждый на своем рабочем месте должен качественно трудиться, что мы сегодня и делаем. Представители предприятий и организации «Молодежь» трудились на общественно значимых объектах. Возле памятников и памятных местах благоустраивали зеленые зоны озер Светиловское, Жлобинское, Водохранилище, Мышанка. В ходе субботника в городе появилось 100 молодых деревьев и тысячи кустарников. Заработанные деньги будут направлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, подготовку оздоровительных и спортивных лагерей к летнему сезону. В первую очередь, конечно, я хочу выразить благодарность всем горожанам, руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, которые приняли активное участие, месячники. Конечно, все вместе нам удалось навести порядок в городе, но я бы хотел сказать о том, что это непрерывный процесс, и этим надо заниматься каждый день, наводить порядок у себя, во дворах, на территории предприятий, закрепленных территориях. Сегодня субботник – это традиция. Она сохраняется уже не одно десятилетие. Можно ждать, что кто-то придет и сделает мир вокруг чище, а можно с метлой или граблями в руках изменить окружающую действительность самому. Месячник по благоустройству города и наведению порядка на земле завершен. Силами предприятий и организацией города очищено 25 свалок. Сотрудники Барановичского вационального центра гигиены и эпидемиологии в день республиканского субботника убрали пустырь по улице Торфяной. В Барановичах уже сложилась добрая традиция проведения различных акций, во время которых жители города, работники всех предприятий, организаций, учащихся школ и других учреждений образования занимаются генеральной уборкой городских территорий. Этот пустырь на улице Торфяной решили убрать сотрудники центра гигиены и эпидемиологии. За 10 минут здесь порядок не навести. Захламляли мусором эту территорию не один день. И хотя порядок здесь периодически наводят коммунальные службы или городские предприятия и организации, мусор здесь появляется, к сожалению, регулярно. С 20 марта по 21 апреля проведен месячник по наведению порядка на земле и благоустройству. Барановским центром гигиены и эпидемиологии проводилась организационная информационная работа с населением. В том числе были проведены контрольно-надзорные мероприятия с субъектами разных форм собственности. Мероприятия по наведению порядка на земле были привлечены и организации, и предприятия. Так, силами организации предприятия было очищено от свалок бытового мусора 25 пустующих территорий, в том числе 5 гаражных массивов. Барановским городским исполнительным комитетом 22 апреля объявлен городской субботник. Барановичский центр гигиены и эпидемиологии принимает непосредственно участие в городском субботнике. Проводим уборку прилегающей территории к озеру Жлобинского от бытового мусора, сухих веток. Жители Барановичей наводили порядок на земле с 20 марта. Общественный труд при хорошей погоде и в не менее хорошей компании по-прежнему популярен среди активных жителей. Тем более, когда мероприятие не местного, а республиканского масштаба. К каждому предприятию, учреждению и организации был отведен свой участок. Смысл участия в субботнике, который уже давно стал традицией, каждый определил для себя сам. Для многих это возможность другими глазами взглянуть на привычное, но чуть потускневшее за зиму улицы и дворы родного города, сделать их чище и уютнее. А сотрудники Барановичского регионального центра гигиены и эпидемиологии надеются, что местные жители оценят чистоту и порядок и больше не станут выбрасывать здесь мусор. В рамках шестой отчетно-выборной конференции районного комитета общественного объединения БРСМ на следующие три года работы с молодежью в районе был переизбран Сергей Политаев. В состав Барановичского районного комитета входит 1590 молодых людей, объединенных в 66 первичных организаций. Из общего числа членов БРСМ 907 составляют школьники, 147 человек, учащиеся Новомышского лицея сельскохозяйственного производства, 536 – рабочая молодежь. На отчетно-выборной конференции были представители всех первичек, не только их председатели, но и активисты. Также были подведены итоги работы комитета за три года, отмечены самые яркие мероприятия. Так, по итогам 2016 года отряд «Рука в руке» Жемчужинской средней школы был объявлен победителем республиканского конкурса «Волонтер года». Много сделано, но еще больше предстоит. Этот год для нас знаменательный, потому что мы празднуем 15-летие нашей организации в сентябре месяце. Мы принимаем в этом году областной туристический слет на правах победителя прошлогоднего областного слета. Масштабные мероприятия к 9 мая, к Дню Победы у нас. Впервые мы будем делать масштабный такой большой автопробег, посетим ветеранов, сделаем возложение с концертными программами. То есть все будет насыщенно, увлекательно, интересно и, главное, полезно для нашей молодежи. Хочется сказать в этот день слова благодарности профсоюзному комитету работников АПК, отделу идеологической работы и культуры по делам молодежи райисполкома, отделу образования, всем-всем организациям, которые нам оказывают помощь и являются нашими друзьями и партнерами. Присутствующий на мероприятии председатель Барановичского районного исполнительного комитета Василий Хватик подчеркнул, что решение проблем, волнующих молодежь, является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития страны, а также призвал быть более активными, идти на диалог, пользоваться возможностью и реализовывать свой потенциал. Ведь те, кто сегодня в этом зале, в будущем потенциальные руководители предприятий и организаций Барановичского района, отметил председатель райисполкома. Помочь подрастающему поколению выработать и проявить свою гражданскую позицию, активнее вовлекать в общественную жизнь работающую молодежь, уделять больше внимания вторичной занятости, а также пополнению перспективного кадрового резерва из числа молодежи. Такие задачи перед лидером районной молодежи поставил Василий Хватик. В завершении встречи были награждены активисты районного комитета БРСМ, а также информационные партнеры. Благодарностью была отмечена и телекомпания «Индекс» в лице корреспондента Вероники Статкевич. Восторженные взгляды и радость встречи. Зал полон гостей. Здесь собрались учителя, учащиеся и выпускники разных лет гимназии номер 4. История 4 гимназии – это история длиною в 25 лет. Каждый год она выпускает серебряных и золотых медалистов. И все же самая главная традиция – это то, что бывшие ученики любят и помнят своих учителей и родную школу. Аншлаг на юбилейном концерте в городском доме культуры – тому бесспорное доказательство. В апреле 1992 на базе средней школы номер 11 появилась гимназия номер 4. Сегодня в стенах учреждений образования 900 учащихся. Реализуются инновационные проекты по внедрению моделей развития компетентности родителей, программы профильного обучения. В зале Дома культуры собрались учителя, ученики, выпускники и педагоги-ветераны. Все те, чья судьба на протяжении этих лет была связана с 4-й гимназией. Юбилей гимназии – это большая радость для всех. 25 лет – красивая цифра, но это и огромная ответственность. В первую очередь наша ответственность перед теми, кто работал до нас, и перед теми, кто будет отмечать 50, а возможно и 100 лет гимназии. Если хочешь быть убедительным, нужно приводить примеры из жизни. Просто сказать, что в Барановичах отличное образование – ничего не сказать. А вот если привести в пример гимназию номер 4 из Барановичей, сразу звучит просто убедительнее. Поздравить коллектив учителей и учеников пришли представители местной вертикали власти, организаций и предприятий Барановичей – ветераны. Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя горосполкома Алексей Гарбус подчеркнул высокий профессионализм педагогов. Мотивированность воспитанников – значимое достижение. Гимназия номер 4 заняла прочные позиции в сфере образования города. И убежден, коллектив учреждения твердо намерен их никому не уступать. Выбрав надежных союзников – профессионализм, преданность и полную самоотдачу своему делу, любовь к профессии. Современная гимназия номер 4 – это дом, который построили все сидящие в этом зале. Учителя, сотрудники гимназии, ученики, родители, выпускники. Этот дом сложился как по кирпичику из ваших дел, ваших качеств, талантов и стараний. Каждый внес что-то свое, и результаты радуют. Гимназия показывает хорошие результаты в олимпиадном движении. В 2016-2017 учебном году победителями городского этапа стали 35 учащихся, 14 – призерами областного этапа, один гимназист – призером заключительного республиканского этапа. Уважаемые учителя, дорогие дети, позвольте мне от себя лично, от городского совета депутатов, поздравить всех вас с этим самым первым юбилеем, самым пока еще молодым юбилеем. 25 лет – это, конечно, как раз те годы, когда любой учитель может дать оценку своего труда. Да, некоторые его ученики, которые ранее закончили, уже сегодня сами являются учителями, а некоторые уже стали руководителями школ, таких же гимназий, учреждений, предприятий, не только нашего города, но и в целом стране. Но поскольку вы еще молодые, то я думаю, что мы еще услышим фамилии ваших выпускников, которые будут руководить нашими министерствами, будут работать в администрации, ну и за пределами нашей республики, ну, конечно, отставить интересы нашей страны. Лучшим педагогам были вручены грамоты и благодарственные письма от горосполкома и городского совета депутатов, а Барановичский горосполком подарил сертификат на 10 тысяч рублей на новый компьютерный класс. На протяжении этих 25 лет главной гордостью гимназии остается педагогический коллектив. Здесь работали и работают по-настоящему неравнодушные люди, которые не только любят детей, но вкладывают в них частицу своей души, могут их увлечь, заинтересовать. Без их веры в будущее, без любви к своему делу вряд ли бы удалось достичь таких вершин. Четвертая гимназия успешно прошла 25-летний путь и открыла новую страницу своей жизни, в которой будет место и традициям, и инновациям, и многим достижениям. На пути к хрустальному журавлю. Областной этап «Учитель года-2017» прошел в Бресте. За престижное звание лучшего педагога и возможность представить область на республиканском конкурсе боролись лучшие наставники Брещины. Долгие месяцы подготовки, сотни идей, как лучше показать себя. Учитель английского языка лицея номер один Татьяна Шагун представит Барановича в финале республиканского конкурса «Учитель года». Участие в республиканском конкурсе потребовало немало душевных и физических сил, но в то же время дало возможность показать свое педагогическое мастерство. И теперь Татьяна Шагун знает, как лучше подготовиться к такому испытанию. Конкурс на самом деле, как и любое испытание, это трудно, потому что необходимо методически грамотно представить урок, необходимо было найти, например, контакт с учениками, также необходимо было и красиво, и достойно представить свою педагогическую деятельность в форме мастер-класса, и, конечно же, это было трудно и волнительно прежде всего. Необходимо отдохнуть, но настраивание идет с помощью вообще коллег, потому что любая победа – это победа команды, это победа администрации лицея, которая поддерживала и помогала как морально, так и материально. Также я хотела бы выразить большую благодарность Елене Александровне Новик, которая сама участвовала в данном конкурсе, естественно, она знает все нюансы, и подбадривала, и помогала в методическом плане более достойно представить свою деятельность и провести уроки. Уроки Татьяны Шигун пробуждают в детях желание заниматься английским языком, почувствовать радость понимания, уверенность в себе, желание и дальше попробовать свои силы. Заинтересовать школьников своим предметом было одним из заданий. Педагоги проводили открытые уроки не в своих школах, а также давали мастер-классы другим учителям. Каждое испытание оказалось очень сложным. Я думаю, что интерес, он формируется во время изучения предмета. И, конечно, цель каждого учителя, особенно учителя иностранного языка, вызвать этот интерес с помощью различных методов, например, интерактивных методов или с помощью интернета. Сейчас существует колоссальная возможность с помощью онлайн-чатов или онлайн-общения изучать иностранный язык. И я думаю, конечно, все сегодня хотят знать иностранное, чтобы общаться, чтобы путешествовать. Конечно, существует интерес к иностранному языку, не только как предмету, но и как средство общения, коммуникации. Благодаря таким конкурсам учителя приобретают опыт, обмениваются практикой своей педагогической деятельности. И все это способствует их профессиональному становлению. А самое главное – развитию и повышению качества системы образования в целом. За время конкурсных испытаний мы, как ни странно, сдружились. И такого соперничества мы не слышали. Вернее, у нас не было между друг другом. Наверное, может быть, просто Брестская конкурсантка, очень достойная представитель образовательной среды, Микошевичская так тоже. До суперфинала осталось несколько месяцев. Татьяна Шигун, как победитель областного этапа, представит Брещину на республиканском конкурсе. Там она поборется с представителями профессии из других областей за звание лучшего учителя страны и главный приз – хрустальный журавль из рук президента. Театральный фестиваль «Параллельные миры-2017» отворил свои объятия для 18 любительских театральных коллективов. Наша съемочная группа познакомилась с участниками и их репертуаром. Вот уже седьмой раз Дворец детского творчества становится центром театрального искусства для детей и молодежи из разных стран. Когда-то фестиваль начинался с 10 театров. Сейчас из почти 60 заявок выбирали лучших из лучших. В этом году к нам приехало 18 любительских коллективов из Беларуси, России, Украины, Германии и Приднестровской Молдавской республики. У нас счастливый год, потому что это седьмой фестиваль. А цифра 7 всегда считалась счастливой цифрой, поэтому мы думаем, фестиваль удастся. Есть театры, которые приехали в седьмой раз на фестиваль. Это вот Переславль-Залесский. Есть в шестой раз театр «Круг-2». В четвертый раз у нас уже Германия. То есть это завсегдатые фестивали, которые полюбили его и хотят возвращаться вновь и вновь. Их уже знает наш зритель. Вот вчера был спектакль Бремина, в зале был аншлаг просто, потому что шли на знакомый театр, на знакомый спектакль. Что касается гостей из Германии, немецкого интернационального театра «Театр-11», в котором работают люди 18 национальностей, то его здесь ждут всегда в последние годы особенно, так как несколько лет назад туда уехала барановичанка Юлия Потоцкая, игравшая в театре «Параллель». Я сама родилась в Германии, и у меня всю жизнь была мечта – это жить и работать в Германии. Все-таки всем мечтам суждено сбываться так или иначе, у них нет другого пути. И благодаря театру «Театру студии «Параллели» я познакомилась, меня заметили, точнее даже на мастер-классах в работе на фестивальной деятельности. Заметил меня режиссер, художественный руководитель театра «Одиннадцать» Кира Петрова. И с июня 2015-го я занимаюсь любимым делом, занимаюсь театром, занимаюсь хореографией, занимаюсь сценическим движением, в другом уже коллективе в городе Бремене. Там тоже организовываем свои театральные фестивали, а точнее у нас на базе проходят два – детский и культу Антуа. Фестиваль тоже международный, детско-юношеских и молодежных театров. В общем, скажем так, моя жизнь теперь вообще неразделима с театром. Театральный фестиваль «Параллельные миры» стал проводником между многими странами и коллективами. Как для белорусов он раскрывает другие страны, так и для гостей, приезжающих сюда, он раскрывает традиции и культуру нашей страны. «Занимаюсь уже 9 лет в театре, да, и вот в Беларусь, да, была такая смешная история, мы как-то, ну, написали параллель, значит, и пригласили их на наш фестиваль, и потом как-то у нас был такой контакт, и вот я приехала сюда первый раз, наверное, 5 лет тому назад. Это здесь был юбилей театра, и, значит, мы были здесь как гости, и вот теперь это мой второй раз, что я, ну, это первый раз, что я вообще на фестивале, второй раз, что я в Беларуси, да. Какие впечатления у вас были на фестивале в первом серии? Очень классно, вот сейчас мне очень нравится, потому что много людей, много коллективов, и вот мне все нравится, я люблю ходить на спектакли, я, мы вчера тоже играли, так что очень классно все». В течение 7 дней коллективы на сцене будут демонстрировать свое мастерство перевоплощения. Постановки проходят на разных языках, а разнообразие жанров удивит даже самого искушенного зрителя. «Наверное, впервые я не могу сделать прогноз, кто же получит гран-при. Очень много достойных работ. Вот 7-8 коллективов у нас, которые приехали впервые, мы расширяем свою географию, и я надеюсь, они будут возвращаться к нам. Очень много мастер-классов проходит в рамках фестиваля, которые дают педагоги из Санкт-Петербурга, из Ярославля, из Барановичей». Познакомиться с афишей и посетить. Заинтересовавшие театральные постановки у жителей и гостей нашего города есть возможность до 30 апреля. «Чаровница родного слова» – именно так называют коллеги по цеху барановическую поэтессу Раису Романчук, накануне отметившую творческим вечером 60-летний юбилей. Наша съемочная группа присоединилась ко всем поздравлениям, звучащим в этот вечер в адрес Раисы Михайловны. «Першие кроки рифмовать» поэтка пошла с моленства. Свой самый любимый твор «Отзнашить складана» призналась на творшем вечере Раиса Михайловна. За 10 годов творческой деятельности их вышло сотни. Вы видите, яны усе як дети, но, мабыць, гэты, Липинским ранкам на родзиме. Огонь росы мне пякая ступни, струменять кволых промянё полоски. Неумольный смуток в моем сердце чутный, майго моленства чую отгалоски. Ляхаты на дворе старая липа у белым кипя не разгой двая небесы. Гукаю дед, а маль уже охрипла. Не придяй он, такая воля лёсу. Раис Роман Шоу – это поэт, который пишет для детей и дорослых. Заявляется керавником литературной гостёвни Крыница при Центре социального обслуговывания насильництва города. Коллеги по творшему цеху ее так и называют – «чаровницей родного слова». Эту женщину без перебольшего несоправды можно назвать «чаровницей слова». Потому что она живёт поэзией и даже в своём посадённом жизни свои думки часто выражает вершами. На творчий вечер подтримать и повеншавать. С юбилеем поэтку пришло шмат людей – коллеги, сябры и родные, которые не только веншовали и читали творы Раисы Роман Шук, но и шмат пытали, например, что бы поэтка пожадала своим коллегам. Больше писать с душой. Завжды была эта добрыня у души. Як она у души человека добрыня, тогда она и выливается на паперу. Вот видите, всё лето год пройшовший был годом культуры. И в этом году нам удалось выдать вот такой сборничек, який называется «Крыница Добрыни». Сюды увайшло 33 барановицких творцы. Уявляется 33. Гэта, мабыть, навыть не половина, а, мабыть, третья частка усіх творцев, який есть у барановичок. По этому спадзяюся, что с тягом часу выйдет сборник, у яким будет паусотни и более, и более, и более творцев. Вот такие встречи стали для нашей библиотеки уже доброй традицией. Так, в соковеку месяце у нас отбылась презентация литературного сборника 33 барановицких письменников «Крыница Добрыни». И непосредный уклад у створения этого сборника унесла, до речи, рейса Михаила Романчук. Она является укладником и створальником этого сборника. У Кастрычнику библиотекеры запрашают читачоу на юбилейный вечер Людмилы Шуваловой. У Снежни плануется встреча с Заленой и Алексеем Белыми. Центральная библиотека заусюды рада отшинить дверы для гостей и жахаров города. Тут заусюды чекают на цікавые встречи глядачоу. Гонки на мотоциклах в Беларуси, впрочем, как и во всем мире, считаются одним из самых зрелищных и увлекательных видов спорта. Неслучайно открытие мотосезона в нашем городе собрало сотни людей, которые пришли на открытие мотосезона 2017. Мероприятие под названием «Мотоформат. Открытие мотосезона 2017» было организовано мотоклубом «Западный регион» при поддержке Барановичского горысполкома и Федерации мотоспорта. В рамках акции, помимо традиционного парада байкеров, заезда велосипедистов и многочисленных конкурсов для зрителей, состоялся мотокросс в различных классах мотоциклов. На трассе неподалеку от авиазавода зрители стали свидетелями захватывающих и красивых гонок кроссбайкеров. Вместе с ведущим гонщиком Белоруссии, мотокроссмером Артемом Кунцевичем, решили соединить два праздника. Два праздника. Первое – это открытие мотосезона, а второе – это спортивное мероприятие, один из этапов или чемпионат по мотокроссу. Соревнования прошли в различных классах мотоциклов – 50, 65, 85, 125 и 500 кубических сантиметров, а также хобби ветеран и анлим. В заездах приняли участие гонщики из Польши, России, Украины и Белоруссии. Пятеро из них представляли барановичи. Артем Кунцевич сумел победить в классе анлим. С одной стороны, мотокросс – это суровый вид спорта, требующий от гонщика умение концентрировать в нужный момент все свое мастерство, волю и физическую силу. Но в то же время вождение мотоцикла приносит радость, удовольствие от вождения и спортивный заряд. Мы собрали достаточно большое количество гонщиков и зрителей. Гонщиков было около сотни зрителей. По счетам тысячи, две, три было лицезрели, все наблюдали, было красиво, доступно. Благодарим очень барановичек «Газстрой», который нам помог подготовить эту трассу, эту территорию убрать, облагородить. Здесь гонщики довольны, травму минимально, практически, можно сказать, нету, все нормально, все отлично, все классно. Ждем, погода, да, погода с поливкой трассы, либо если не пошел бы минимальный дождь, у нас же могла бы быть пыль. Вот, погода хорошая, классная, все замечательно. Хотим проводить и дальше такие же мероприятия подобные, при поддержке города, может быть, если получится. Дальше планируется здесь открытие детской и юношной спортивной технической школы. На базе уже вот этой вот существующей трассы. То есть, ну, ждем какой-то поддержки, потому что то, что сейчас организовали, организовали, собственно, сами байкеры, энтузиасты этого всего, при поддержке горосполкома. Были проведены также заезд велосипедистов по трассе мотокросса и показательные выступления байкеров. Зрители приняли участие в конкурсах с призами. Это были главные события уходящей недели о том, что принесут нам следующие 7 дней. Мы обязательно расскажем вам ровно через неделю. И пусть для каждого из вас она будет хотя бы на чуточку лучше прошлой. Всего вам доброго. До свидания.